так собственно о чем хочу рассказать эта история про документалистику последствий это достаточно сложная объемная тема и в общем то не факт что я все успею сказать что хотел сказать но попробуем по крайней мере сдвинуться настолько насколько можно вообще меня к этой теме привела вот эта вот фотография все знают что здесь дальше забрала это спутниковый снимок максара одного из полей украины с прошлого наверное года до 2020 года еще и это следы и обстрела и это очень интересная сама фотография как иллюстрация последствий потому что она не показывает войну как военные действия но она очень хорошее представление дает о том что такое война и каким образом она меняет ландшафт и в принципе вид она в принципе достаточно говорящая наверное они работают без контекста потому что если не знаешь о чем речь она не так сработать скажем так но после того как и становится понятно становится также понятен весь ужас того что происходило в те последние дватора года а еще один проект который я видел буквально недавно который очень знаковый также с украины он про про зерно проток про про сельское хозяйство украины как она пострадала принципе я буду сегодня показывать достаточно много картинок то есть тут готовьтесь может быть много какой-то информации если что можно спрашивать если что можно показывать то есть какие-то более старые какие-то проекты более знаковый но все они достаточно интересны опять же интерес этого проекта заключается в том что как и в прошлый раз мы немножко поэтизируем историю войны историю того что происходит не показывает саму войну но изображает то как она меняет в широком смысле ландшафт и человеческой жизни и вот все что происходит но просто через немножко другой контекст и третье вот то что сейчас наиболее актуально я просто почему как бы сейчас начинаю так с места карьера почему начинаем на с этих вещей потому что это быстрое вхождение в в контекст все это история потому что действительно к сожалению мы живем сейчас состоянии войны и эту войну еще нужным эти войны эти конфликты еще нужно будет осмыслить о них еще нужно будет сказать но уже сейчас они дают определенное представление это в данном случае граница сектор газа и израиль и те следы в течение нескольких дней опять же спутниковые снимки которые показывают то что происходит на вот этих вот на вот этой пограничной территории на территорию нынешнего конфликта очень такая цитата попавшиеся по этому поводу она действительно достаточно интересно потому что мы сейчас будем говорить большей части о фотографии на самом деле это касается не только снимков не только фотографии только визуального отображения того что так или иначе есть потому что серьезно ошибки действительно зависит от ее последствий и те ошибки которые человечество к большому сожалению делает сейчас это то что то что будет иметь последствия очень далеко они будут на десятилетия возможно возможно то что мы видим сейчас это только некоторые начала того что будет происходить чтобы поскольку к тем у нас будет очень серьезно и поэтому будем немножко стараться где-то разбавлять от статы грегори хаоса никакого-нибудь из серьезных ученых почему эта тема стала актуальна мне эту час буквально пару слов скажу как потом чем сам занимаюсь и как бы как мы уже будем двигаться это фотография стены в городе мастар 2017 год это одно из следствий обстрела в боснигенской вине до сих пор все города выглядят так как будто война из них не уходила и это достаточно любопытно потому что люди пытаются вписываться в этот контекст они пытаются жить в этих условиях как бы оставаясь ну при этом вот вот так вот все это сейчас выглядит или например вторая история это абхазия это опять же есть достаточно много проектов на самом деле которые так или иначе были снятся в абхазии это связано с тем что люди естественно опасаются приезжайте опасаются последствий которые могут быть для них в дальнейшем поэтому мало людей работает но при этом это действительно такой не искать еще не понятные не изучены для людей уголов суши уголок через который прошла как война так и вот это вот своеобразный статус людей которые застряли в этом каком-то промежуточном состоянии не понимая кто они не понимая куда они относятся и это то что касается сейчас в первую очередь людей тут важно понимать что все конфликты все что происходит сейчас это касается и ландшафтов и городов как собственно предыдущим но в первую очередь это всегда про людей потому что так или иначе города это лишь то что отражает жители то что отражает людей которые находятся на этих территориях прошедших через конфликты и собственно говоря да то что мы видим сейчас к сожалению это то конечно чего наверное могло бы не случиться если бы мы могли если вы люди в принципе могли могли смотреть могли видеть могли осознавать эти конфликты потому что снято к сожалению огромное количество огромное количество написано но из всего этого не были сделаны выводы еще одна вещь о которой хочется поговорить это то можно ли через фотографию через месседж через посыл через что-либо предсказать и не дать случиться в дальнейшем каким-то конфликтам тоже кто знает эту фотографию прошу а достаточно интересный снимок двадцать пятого года он достаточно ранее он не имеет отношения к второй мировой войне и это семейный портрет а и вот то к чему опять же я хочу немножко привести к тому что когда мы показываем сейчас любой конфликт будь это военный конфликт будь это конфликт связанный с социальными ролями с сообществами что-то еще мы сюда можем показать двумя путями можем показать через то что происходит на данный момент через репортажем скажем так эстетику но люди за много лет к этому привыкли то есть сейчас вы мы сильно не также воспринимаем сцены военных действий когда мы видим то что происходит на данный момент а мы видим стреляющих людей одних других или как говорил один из моих хороших учителей плачущей матери везде одинаковые мы не можем часто их отличить это рождает в том числе в людях определенную черство оси создает определенную вот такой определенный заслон из-за которого они перестают это видеть но фотографии которые имеют отношение к документалистике последствий в данном случае это постановочная конечно фотография но они имеют гораздо более сильный посыл они гораздо сильнее действуют может быть не на всех но мне кажется что в данном случае если бы показать тот же самый кадр ту же самую ситуация это ситуация ветерана войны который не вернулся домой его жены его маленького ребенка к сожалению военные фуражки что говорит о том что все еще видимо будет продолжаться она гораздо мощнее зачастую работает потому что мы видим что осталось к чему пришли все военные действия к чему мы пришли через неосмысление и непринимание того что так или иначе происходило пара слов отвлекусь про себя не буду надолго на этом как восстанавливаться я сказал почему как бы интересно мне была эта тема немножко расскажу собственно говоря о том как я к этому пришел это чем я сейчас занимаюсь я занимаюсь репортажами и документальной фотографии сейчас все больше уходя в сторону проектов потому что как очень многие пройдем путь было от стрита через коммерческой фотографии прочее и так или иначе это все пришло к тому что хочу вам буду говорить тоже какие-то вещи это мои фотографии с разных с разных мест разных локаций это вот то здесь есть и замечательно кто то есть и кто живет кто знал какие-то фотографии из российских регионов какие-то из различных других локаций и армения в которой сейчас говоря мы живем еще тут с рядом людей здесь же и то чем я начал заниматься последние пару лет вот это один из проект который мне очень важно который мне кажется сейчас важно сделать и понять это проект про исход армян из территории западной армении но сейчас это очень скорее проект эмоциональные очень посвященный тем ощущениям через которые проходят люди поэтому он в большой степени абстрактный но мы сейчас проезжаем через территорию бывшие большой армении чтобы посмотреть на те места и попробовать почувствовать что люди ощущали в те моменты когда они были изгнаны из земли а это к сожалению для многих присутствующих здесь понятный контекст и вторая история с понятным же тоже контекстом это то что мне сейчас интересно исследовать и для себя посмотреть это как россия как государство пришла к тому к чему пришли и меня есть проект которым сейчас занимаюсь это последние годы лета я его назвал это про ту беззаботность который мы проживали последние годы живя еще в россии как очень многие а и почему мы то есть чтобы понять на самом деле почему мы пришли почему то время когда происходил в общем то уже понятный ужас мы все оставались там где оставались почему я включаю эту историю в впоследствии почему я говорю про нее как впоследствии потому что удивительным образом когда ты находишься внутри и ты снимаешь у меня много материалов набралось россия привез с собой диски но именно осмысление появляется не сразу проходит какое-то время и ты начинаешь понимать что весь этот образ беззаботной москвы и тусовок на солянке и прочее он развивался параллельно на самом деле с тем что уже начинала так или иначе зарождаться и это все собственно говоря про про последствия и про документирование этого это кстати интересный момент что сейчас если кому-то если кто-то занимается фотографии кому-то интересно в принципе посмотреть проекты очень интересно посмотреть свои старые архивы вы сможете найти там очень много и на самом деле посмотреть совершенно другими глазами на то что раньше воспринималось не так теперь уже попробуем немножечко углубиться в этот материал сама по себе документалистика последствий как термин делится на два условных два слова два как объявления это то что называется последствия том о чем мы поговорим о том и чуть-чуть о том о чем я чуть-чуть уже начал а и это собственно документалистика и мне хочется сказать такой важный как немножечко водный материал про то чем в принципе является документалистикой почему она важна как сейчас как новый жанр как новое явление фотография и очень важный момент то что документалистику очень часто путают с репортажем но это очень существенно расходящиеся вещи это две два разных явления и на самом деле мы гораздо чаще склонны их путать потому что мы видим репортажные кадры осмысляя их немножко не так как и должно быть испытать суть том что это два даже не дополняющих а зачастую очень разных явления я хочу по старой привычке порекламировать своих друзей люблю это всегда делать это замечательный фотограф который работает в его не очень хороший мой друг советую подписываться человек который для меня сейчас олицетворяет явление репортажа к сожалению просто его нету так бы я прям узкал бы смотрите какой хороший человек а саша занимается документ саша занимается репортажной фотографии и он действительно очень работящий человек он находится во всех точках которые можно сейчас увидеть во всех крупных конфликт которые происходят на территории армении который мы замечаем это вот на самом деле все то что мы видим изнутри и это все относится к репортажу в чем есть загвоздка ну не загвоздка скажем тогда в чем есть важное вот это отличие которое стоит уточнить репортаж всегда происходит здесь сейчас человек должен видеть причем не обязательно речь идет о негативных а коннотациях но даже обычный снимок который так или иначе говорит про события про то что происходит здесь сейчас всегда будет иметь отношение к событийной части это всегда будет репортаж собственно говоря если мы говорим про то что происходит сейчас вот это конечно совершенно героические люди которые работают сейчас в горячих точках которые снимают то что происходит но вот то о чем чуть чуть выше чуть раньше говорил когда мы видим сейчас все эти события то есть да мы сейчас можем по знакам определенным отличить понимать что это за локация где находится дай мы видим какие-то знаки но это всегда это всегда не осмысляет потому что на это просто нету времени это всегда ну некоторые одинаково то есть мы видели к сожалению большому те же самые кадры конфликты между израилем и палестиной сейчас и ощущение что 20 лет назад 30 лет назад кроме были детьми мы видели то же самое как сожалению сейчас мы включаем очень часто телевизор и видим те же самые кадры происходящие с украины самая важная история всегда в репортаже это про то самое сейчас и тут надо сказать что действительно репортаж является важной добавляющей частью к к фотографическому рассказу то есть невозможно говорить только про документаристику не упоминая то что происходит так или иначе настоящий момент потому что это будет ложь все равно мы будем аммана все равно мы должны строить свой рассказ все равно мы должны опираться на то что происходит иначе просто это будет не совсем с прилива опыт ну то есть мы не можем выбросить эту часть и в этом есть еще одна важная вещь я чуть-чуть позже про нее расскажу если говорить про репортаж в репортаже есть достаточно четкие правила и принципы это малая часть их всего 10 многие из них построены на достаточно формальных вещах многие из них построены на вещах этических но все это всегда сводится к тому что журналист должен быть беспристрастен он должен всегда раб он должен показывать он не должен занимать одну из сторон конфликта почему например журналисты комбатанты это всегда плохо потому что журналист комбатант не может быть беспристрастен так или иначе конечно мы не можем это в некотором идеальном мире мы не можем так работать мы приходим на любую точку мы приходим в любой ситуации мы все равно занимаем ту или иную точку зрения, мы все равно смотрим глазами с той или иной стороны, но в идеале, конечно, это важная составляющая. И тут есть очень большой вопрос к журналистике, который на самом деле часто звучит, особенно в таком оппозиционном короле журналистики, про то, должно ли, например, Алексей Алексеевич Венедиктов занимать позицию и приглашать кого-то, кого-то не приглашать. И очень вот этот спорный, тонкий момент, потому что мы никогда не можем до конца прочувствовать вот эту грань. Но, в общем-то, в этом есть важные отличия, потому что репортер или журналист, конечно, должны к этому приходить. И дальше, собственно говоря, если мы смотрим на фотографию через призму уже последствий, мы начинаем исходить из немножечко другого подхода. То есть важно понимать, что документалист в широком смысле не является и не должен являться репортером. Это часто будут вещи даже две профессии сильно-сильно расходящиеся. Вот хотел показать две фотографии спросить, о чем они. Можно любую идею просто предположить, потому что это достаточно сильный, недостаточно новый документальный проект. Интересно, что, скорее всего, это видно, потому что мы видим... Ну, отчасти, отчасти, на самом деле, это правильно. Но смотрите, какая интересная история, да, что почему, например, документальная фотография очень важно, очень важно, чтобы она была контекстуальна, очень важно, чтобы она строилась на определенном, в том числе текстовом сопровождении. Мы должны понимать, о чем. То есть, действительно, мы видим тут молодых людей достаточно в таком мускулинном виде. Мы видим, что они коротко стрижены, скорее всего имеют отношение к армии и так далее. Но в чем интересен, вот именно конкретно этот проект Сюзанна Коттон, она снимала тех военных, которые не просто прошли через достаточно большие конфликты, а они провели, вот в данном случае, 360 дней в Ираке или 200 с чем-то дней в Афганистане. То есть, это люди, которые действительно заранее постарели в чем-то, наверное, когда прошли через войну. Но это становится, во-первых, видно, когда задается некоторый контекст, во-вторых, конечно, мы говорим уже не про фотографию, которая просто их видит и запечатлевает, а мы говорим уже про некоторые трактовки. И достаточно интересно, что меня на самом деле немножко поражали эти фотографии, когда я видел первый раз этот проект, насколько вот, например, вот этот вот правый молодой человек, ну не похож, то есть мы не представляем его вот таким серьезным компотентом, да, то есть простой какой-то парень с пухлыми щеками, при этом проведший почти 300 дней в Афганистане. И действительно, пока мы не задаем вот эти рамки контекста, мы зачастую даже не понимаем, о чем идет речь. И это опять же возвращает нас к тому тезису, что это две разные вещи. Потому что, если мы снимаем в репортажной манере, мы все показываем на кадре, мы все видим, но документаристика всегда будет скорее исследовать и скорее пытаться понять, о чем речь. Тоже еще один кадр, пока не подписываю. Кто сможет подумать, о чем речь, как идея? Он связан с ветерной, да, и мы скажем? Угу, интересные мысли. Ну, то есть, как бы, какая-то некоторая катастрофа, которая так или иначе коснулась людей. А тоже проект относительно новый, и он снят в газе. И вот это вот тоже такая интересная, недостаточная история с тем, что сейчас, конечно, об этом говорить достаточно тяжело, да. То, что со всех сторон есть какое-то осмысление конфликта, со всех сторон есть жертвы и так далее. Но вот автор, который сделал в газе вот эту вот собранную из песка, вам не из песка, если не ошибаюсь, то есть из какой-то структуры он собрал вот этих вот призраков, жертв конфликта с другой стороны. И тут очень важно понимать, что документаристика – это всегда про мнение. Это никогда не про объективность. Автор всегда будет закладывать в любой документальный проект, любой документальный продукт то, что он делает, он будет закладывать свою рефлексию, свою память, свой анализ, то через что он будет проходить сам. И в этом смысле я показываю вот эту фотографию именно сейчас. И именно потому, что она сейчас важна. Потому что, когда эту фотографию разместили и где-то сейчас репостят, по ней находятся примерно 3000 комментариев, которые во многом посылают автора, куда можно подальше ему дойти. Еще один такой интересный проект, который, может быть, кто-то видел, может быть, нет. И опять же вопрос про то, что здесь происходит. Я даже покажу так по-другому. А видно ли, что здесь что-то происходит не совсем так? Ну да, в данном случае в Иране, но не суть. Очень любопытный проект, который хочет показать именно как то, что описывает личное мнение и личную рефлексию автора. Потому что, если посмотреть на эту фотографию, первое, что кидается в глаза, да, безусловно, в ней есть определенный сюжет, кажется, что можно додумать. Но дальше ты понимаешь, насколько она, на самом деле, сюрреалистична. Чем больше ты в нее вглядываешь, тем больше ты понимаешь, какой на самом деле происходит здесь абсурд. Совершенно кинематографическое. Здесь, действительно, есть ощущение, что вот есть постановка света, есть постановка сценография. Акцент не совсем кинематографическая, потому что кинематограф, он все-таки, когда работает с светом, он повторяет металлическую ситуацию. Это у него кинематографический подход, когда с вышками просто видно, что они университ на логичных площадках. И я думаю, что здесь как раз то, что вы говорите о мнении автора, в том, что он подсвечивает вспышками, да, он делает, как бы, акцент. Да, да. И это очень интересный проект, который именно относится к тому, о чем мы говорим, потому что Мазаэль Моради этим проектом снимал не фактическую ситуацию, а это исход иранцев, после революции 78-го года. Если здесь у нас нормально будет с интернетом, я попробую показать вам эту историю чуть-чуть более в общем виде. Это проект, который был собран из воспоминаний иранцев. То есть это сконструированный целиком проект. Здесь нет ни одного кадра, который был бы правдой. Но все это составлено из воспоминаний, из эмоциональных воспоминаний, из ощущений, из того, что рассказывали люди, которые были вынуждены покинуть Иран после случившейся революции. И ценность всей этой ситуации в том, что все это фейк. Это не имеет отношения к реальности никакого. Но эмоциональный посыл и та включенность, которую мы видим, дает нам рассказать историю, дает нам услышать во многом историю этих людей через то, что показывает автор. Тоже очень сильный и очень искусственный кавер. Они все похожи, как будто это сцена, так или иначе, вырезанная из откуда-то, какая-то очень постановочная, с очень сложным светом и прочим. Но при этом действительно мы предполагаем, что водитель, который ехал сейчас, который вез семью, увозил ее из какой-то точки. И вот там есть люди, которые делают черте что и происходит черте что. Но действительно те иранцы, которые прошли через вот этот конфликт, именно так его осмысляли. Они осмысляли его и как личную катастрофу, и как абсолютный сюрреализм, подходящий в этот момент в их жизни. Да, да, да. Он вообще не был документальный. Абсолютно. То есть вот это все, ну здесь же нет документалистик, смотри, там мужик идет в стену. Видишь? Да, да. То есть здесь действительно вот хиджаб прибитый к стене, дядька и дочь. То есть это как бы то, что ты когда рассматриваешь, ты понимаешь, до какой степени все, что происходит, это абсурд. Актеры, актеры, тут не было опять же этих людей живых. То есть его задача была именно, ну взяв каких-то похожих персонажей, взяв похожих людей, так или иначе показать вот эти все сцены. Но. Вы согласились вообще тоже играть? Да, да. Это не настоящие люди. То есть если они не аишные там, да, они сделаны, они настоящие актеры. То есть они не имеют отношения к происходящей ситуации. Да, да, это фейк, абсолютно. То есть утро-до это не имеет отношения к реальности. И как раз вот про историю с фейком. Достаточно интересные цитаты про то, насколько действительно фейк возможен и насколько он так или иначе может рассказать, скажем, даже не всегда фейк. Насколько мы можем, в принципе, не показывая, а осмысляя какие-то моменты или какие-то сюжеты, что-то попробовать показать и рассказать. У этого есть, чуть-чуть мы сейчас углубимся, у этого есть достаточно, на самом деле, долгая история, гораздо дольше, чем она нам кажется. Потому что, в принципе, то, что мы называем сейчас фотографией, то, что мы называем документалистикой, а чуть раньше репортажем началось раньше. Парадокс в том, что то, что было изображено на картинах и в более позднее время, и в барочное время, это всегда был рассказ, это всегда был нарратив, и это всегда был, в общем-то, такой специфический репортаж, настолько, насколько картина может его изобразить. Парадокс в том, что и это, в некотором смысле, нарратив и тоже рассказ. Потому что за неимением возможности показать существующее автор, а в данном случае это был художник, это был в данном случае Микеланджело, приходил к такому решению. Он брал большой хост и просто рассказывал, смотрите, вот один человек, вот он идет, вот Иисус, вот здесь приходит эта картина страшного суда, которая является во многом нарративной. У них тоже есть последствия. Религия также точно дала миру, даже увела его не всегда в хорошую сторону. Это интересная выставка плакатов, посвященных Безбожию, которая была в Советском Союзе. И в какой момент случился действительно принципиальный излом, в какой момент все существенно поменялось? Когда фотография заняла место искусства в том, что фотография могла поймать момент и удержать его, так как искусство не могло просто по причине того, что это долго, это не до конца честно и так далее. Фотография уже могла делать это моментально. Первый конфликт, первая война, которые были сфотографированы, это была Крымская война. Есть достаточно большой альбом, который посвящен этому. А после этого искусство перешло в ту же стадию, в которой путь потом прошла в фотографии. Искусство стало осмыслять. Если мы смотрим произведение искусства более раннее, примерно до середины 19 века, мы всегда будем видеть скорее фиксацию. Потом искусство потеряло свою миссию фиксировать, и оно начало осмыслять. И вот эта верещагинская картина, которую все знают, и очень много, на самом деле, творчества верещагина, посвященного так или иначе конфликтам, это такой первый, одни, наверное, из первых, я же первыми их назвать, тоже вопрос спорный, но одни из первых попыток создать постдокументалистику в искусстве. Потому что мы, не показывая войну, не показывая военные действия, в общем-то ничего не показывая, что происходило, мы понимаем весь тот ужас, к чему так или иначе война нас приводила. И тоже очень интересная история, это из фронтовых записок, зарисовок, которые делали солдаты во время Второй войны, которые также показывали, уже по-другому изображали. То есть пропал смысл действительно писать или рисовать то, что люди видели, а скорее появлялся смысл показать, к чему это так или иначе людей провело после войны. Еще одно важное отличие документальных проектов, в отличие от репортажных, репортажный проект это всегда про сейчас, это то, что происходит, то, что мы видим. Любые проекты документальные всегда относятся к длительному периоду, зачастую они могут делаться буквально годами. Мы можем рассказывать про Вторую мировую войну сейчас, например, и это будет столь же важно. И тут хочу показать несколько знаковых, интересных проектов, которые посвящены тому, как война прошла по различным территориям, по различным местам и что она оставила. И в данном случае это иракский конфликт. Сам автор работает достаточно много не только с Ираком, не столько, с различными, скажем, зонами и на территории Ближнего Востока и так далее. Но очень важно, как она это делает, через что она это показывает. То есть через, например, фотографии Ирака показаны как то, что осталось после того, как война прошла. И мы видим тут не танки, мы видим тут не что-то, мы видим на самом деле утерянные райские места, райские сады. Мы видим деревья, которые перестали расти, реки, которые пересохли. То есть это достаточно, потому что это очень интересный кадр с выставки, потому что сзади такой очень красивый лес получается. И это один из способов, один из способов показать тот ужас через изменение ландшафта, через то, как война так или иначе проходит по территории. И, как мне кажется, это гораздо на самом деле больше может сказать, потому что тут мы не видим ни героизма, ни каких-то сцен. Мы просто видим то, что люди оставили после себя, пройдя по этой территории, как варвары. Или, например, еще один проект, в данном случае британца, посвященный Афганистану. И он очень интересен тем, что он показывает те же самые во многом ужасы, но очень их эстетизируем. Тут очень много отсылок есть к классической живописи. Мы видим такой свет, мы видим объем. То есть парадокс в том, что мы видим следствие войны, последствию как такой элемент барочной живописи. Мы действительно видим совершенно монументальные, в общем-то, изображения, которые проходят так или иначе. При этом мы понимаем весь ужас того, что на самом деле происходит. И еще один автор, работающий с Ближним Востоком, с Афганистаном, в данном случае ирванец Пол Сирайт, тоже еще один подход того, как можно показать войну через какие-то определенные изменения ландшафта местности и то, что это так или иначе после себя оставляет. Интересная тоже цитата про то, что это действительно очень часто является слепком историю. То есть мы показываем определенную личность, не говоря о ней или ситуацию, не говоря о ней. Мы намекаем. И очень важно, что в конечном итоге мы оставляем автору место, время, ну как бы не время, и время, в общем, да, для додумывания. В чем отличается такой подход? То, что как хороший фильм или хорошая книга, мы не даем ответы, мы задаем вопросы, через которые человек может додумать. И в данном случае мы даем ему крючок, мы даем ему зацепку, через которую он может увидеть кадр и достроить эту картину. То есть по сути он смотрит на что-то с закрытыми глазами. Как-то широко закрытыми глазами, хороший термин. Кроме ландшафта, кроме территории, можно также показывать конфликт через людские судьбы, фокусируясь на людях. Это тоже достаточно часто. Он, мне кажется, чуть-чуть более простой по подходу, но просто показывая лица людей, переживших определенные трагедии, переживших катастрофы, мы можем достаточно много сказать. Если бы мы взяли бы тех же этих людей и показали их в процессе того, как они изгоняются из домов, возможно, это бы не имело даже такого эффекта. Еще один подход к показыванию чего-то через фотопроекты, через документирование, это попытка попасть в определенные закрытысти сообщества, в которые так просто мы не можем войти. Это чуть-чуть более сложная история, потому что через данном случае дома жителей Кейптауна, мы не говорим про историю того, что там ужасное произошло. Мы говорим про людей, мы говорим про то, как люди живут, и мы можем простроить на самом деле не столько конфликт, как локальную какую-то ситуацию, как локальную проблему, а как что-то очень долго тянущиеся, потому что то, что люди пришли и живут теперь таким образом, это также точно следствие того, что мы очень часто не замечаем. В конце концов, мы можем видеть огромное количество фотографий из Африки, и уже на самом деле многие из них набили отскомину, но в данном случае мы не акцентируемся на ужасах, а просто показываем, как люди живут. Вот их дома, вот их интерьеры, квартиры. Или, например, такая история, чуть-чуть уходя в сторону, про закрытое сообщество. Это уже какой-то веке мы уходим из достаточно тяжелых мест, Ближнего Востока, Африки и так далее. В данном случае это Копенгаген. И это тоже черта Копенгагена, которую мы не видим чаще всего, просто гуляя по городам. Но это может относиться к очень многим, на самом деле, европейским городам и странам. Это проблема проституток, в данном случае живущих в городе Копенгагене. И обратите внимание, насколько на самом деле, ну вот не то, чтобы, оно, конечно, нельзя сказать, что тонко, оно достаточно толсто показано. Тут нету какой-то попытки смягчить, скажем так, то, что видно. Но мы показываем на самом деле жизнь этих людей, как ни странно, как жизнь обычных людей, где-то со своими проблемами, которые тоже живут, и это тоже люди, по которых, в общем-то, так или иначе, что это упомянуть. И как немножко снижающий градус, замечательный, горячо любимый мост, кто знает, кстати? Кто узнает? Один пар, который является достаточно сильным документальным фотографом, но в чем парадокс, то, что он, в отличие от очень многих, кто был выше, исследует не столько конфликты или сложные ситуации, сколько он исследует современное общество, и то, к чему это общество так или иначе приходит. Я хочу показать просто несколько интересных работ. Например, вот этот проект, который называется «Смерть от селфи». Это история туризма и вот эту обуявшую всех любви к селфи-фотографии, к тому, что мы... Если обратить внимание, вот люди, они же не смотрят никто тут на достопримечательности. Это все люди, которые смотрят на себя через телефон. Они все отвернуты от того, что они снимают, и им гораздо интереснее они сами, так или иначе. Или, например, достаточно любопытный проект пара это «Британская еда». То есть, опять же, очень интересно посмотреть на него как на автора в том, что он делает совершенно другую фотографию. Если остальная была достаточно такой лаконичной, очень спокойной и очень сотрицательной, то пар зачастую специально добивает цвета до совсем кислотных. Он делает какие-то достаточно трешовые, в общем-то, картинки. Но каждый раз, показывая наше общество, то уже, где мы живем, через определенные его пороки, как одна из концепций того, с чем работает. Но пар, в принципе, достаточно плодовитый, достаточно интересный автор, которого, в общем-то, можно смело рассматривать как одного из представителей современной документалистики. Ну и, конечно, это знают, наверное, все. Самая дорогая фотография по лет, наверное, 10 назад она была. Это Андрейс Гурски с фотографией Фотография Рейна-2, которая, как и все работы, на самом деле, Гурски более проста, чем, более сложна, чем кажется на первый взгляд. Потому что Гурски, работая с уникальной камерой, у него была камера, но есть сложно собранная под заказ, он всегда снимал монументальные полотна. И в данном случае, в чем прелесть Рейны, и почему она стала на самом деле так важна в фотографическом мире. Потому что она показывала образ идеального Рейна, идеальной Германии, которой на самом деле не существует. Там есть большой элемент обработки. Это не совсем честная фотография в широком смысле. Но это то осмысление Великой реки для немцев, которое сделал пар. И она, в общем-то, стала достаточно важна, и поэтому она столь дорога. Но, как бы, естественно, мы всегда ориентируемся и строим все на человеке. Потому что нет смысла показывать что-то, будь это пейзаж, будь это какая-то сцена, не рассказывая про человека. Фотография, по крайней мере, в этом жанре, если мы говорим не коммерческую и так далее, она всегда про человека. И тут тоже покажу несколько интересных проектов. В данном случае вот эта фотография была в анонсе, и вот эта вся серия достаточно интересная, она посвящена девочкам, которых похищали в Уганде. И она собрана из тех объектов, которые от них оставались. Да, то есть какие-то достаточно, там достаточно много на самом деле фотографий, очень интересно посмотреть, в принципе, вот можете, если что, автора тоже запомнить, полистать, потому что он весь рассказывает про людей, не показывая людей, и он очень из-за этого многоплановый, потому что кроме того, что мы видим и понимаем эту трагедию, во многом из-за того, что мы понимаем контекст, также точно мы видим, что это изящные туфли, какие-то платья, дневники, в которых написано, и это все, что осталось, мы понимаем весь ужас этого момента, и он же не про отдельную ситуацию в Нигерии, он про то, что вся страна живет так в течение многих лет, к сожалению. И еще один проект про людей, который тоже был в анонсе, связанный с людьми, выжившими после Холокоста. Многие из них уже достаточно старые, кто-то моложе, кто прошел все это детьми, но очень интересно, что если даже не рассказывать про то, про что эта фотография, мы можем выявить ее контекст, просто посмотрев на людей, потому что зачастую эта история, она написана, она написана в глазах, она написана в лицах, то есть мы видим, через что эти люди прошли, просто посмотрев на них. Или, например, японский фотограф Казумабара, который провел достаточно много времени в Чернобыле, но создав всю свою серию, все свои проекты на идеи, скажем так, попыток дать жизнь людям, которые эту жизнь уже не могут прожить. Он приходил, он находил, он работал с старыми негативами, с коллажами, там очень сложно, на самом деле, техника, он находил пленки на запретной зоне, и у него основная задумка была попробовать вот то, что он называл в проекте Make Inquisible оживить людей, которые сами уже этого не смогут. Или, например, такая ситуация очень болезненная для уже армянского контекста. Это проект, который был сделан в 2015 году, к 100-летию, с времен геноцида. Нашли людей, кто до сих пор остался жив, и создали такие вот фотографии от Николаша, это в данном случае фотографии этих людей на фоне мест, которые они покинули, которые они оставили, через которые какая-то часть их жизни достаточно важная прошла. Тут я хочу, опять же, еще разок сослаться к хорошим нашим людям из Армении, хорошим фотографам, про авторов, которые сейчас освещают то, что происходит в Нагорном Карабахе через, опять же, документальный подход. Очень советую посмотреть, там много чего, поскольку сейчас мы не будем очень сильно в эту губляцию, я покажу буквально несколько достаточно знаковых изображений, но люди, которые являются частью этого фотосообщества, оно достаточно интересно, достаточно крупное, они много раз проезжали и в Арцах, и оставались в каких-то селах, которые находятся вдоль границы, и они каждый раз пытались понять ту ситуацию, в которой оказалась Армения. Владинак, который взял несколько лет назад вордпресс-фото, второе место, помню, не помнишь? Ну, это из докусов наших, он, например, исследует в данном случае то, возможно ли диалог между Азербайджаном и Арменией. Он проезжал по приграничным территориям, пытался находить разных людей, пытался понимать, насколько в принципе возможно, насколько можно в этом направлении двигаться. Или, например, проект, связанный с людьми, посвященный людям, которые, уходя из разной территории, сжигали свои дома. И тут и портреты этих людей, и какие-то воспоминания, ну, и определенные снимки, которые и они с собой увезли, и те, которые на ЗИК смогла снять, будучи в окрестностях Степанакерта и территория рядом. Или такой очень интересный проект, который показывает жизнь людей, перемещенных с территории Нагорного Карабаха в территорию Армении, и то, как их жизнь своеобразным образом изменилась. И очень интересно про этот проект, то, что он весь составлен из-за коллажа. Это тоже такой один из видов возможности общения фотографическим языком, когда речь даже не идет про снимок или коллаж, а когда есть буквально нарезка из разных фотографий. Тут в данном случае сочетались те фотографии, которые оставили люди на своей территории, и те фотографии, которые они сделали на своих новых землях. Либо, как вариант, эта девочка здесь плохо видно, наверное, в проектор, она вырезана и тоже вклеена в класс, оставленный в Карабахе. К сожалению, да, сейчас, а может быть не к сожалению, может быть в этом есть определенный смысл, про силу предсказания, наверное, того, к чему мы можем прийти и как дальше в принципе действовать. К сожалению, фотография за очень много лет и уже в общем-то веков не смогла ничего изменить. И надо понять, что то, где мы находимся, к сожалению, то, где мы находимся как фотографическое сообщество, как люди занимающиеся фотографией, мы вряд ли сможем что-то сдвинуть, возможно, потому, что люди не смотрят, возможно, потому, что люди насмотрелись. и для тех, кто занимается фотографией, на самом деле стоит очень большая сейчас задача попробовать донести до людей, донести до мира, донести через то, что мы можем показать или сделать, в том числе через документалистику, мне кажется, чем репортаж, именно потому, что документалистика дает возможность прожить и хоть как-то попробовать составить из этого нарративную историю, потому, что, к сожалению, сейчас мы находимся здесь, не смотря на что, это фотография прекрасного украинского фотографа Максима Дондюка, у него очень много хороших серий, можно смотреть, и он снимает, сейчас это Харьковская область, он снимает сейчас достаточно много, но он, в отличие от Евгения Малолетки, не является фотографом фронтовым, он является фотографом, как раз фиксирующим различные последствия, и в чем парадокс того, опять же, где мы сейчас оказались, меня в свое время очень волновал вопрос, как всегда говорили, что вот урок Второй мировой войны должен, казалось бы, научить всех, потому, что дошли до такой грани, куда уже дальше невозможно уходить, тем не менее, через меньше, чем 20 лет случается Алжир, мы являемся свидетелями того, что происходило в Вьетнаме, мы видим то, что происходило в Камбодже, это упирается так или иначе в боснийский конфликт, с чего отчасти мы начинали, когда я показывал обстрелянную стену, и сейчас мы находимся опять в той же самой точке, с которой, казалось бы, мы начинали, и есть ощущение, что мы никуда не сдвинулись, и у меня есть мечта, как говорил один великий человек, к тому, чтобы это перестало быть возможно, к тому, чтобы, наконец, стало понятно, что и война, и конфликт, и все, к чему мы так или иначе приходим, это огромная степень ненормальности, и именно показывая то, к чему это приводит, рассказывая об этом, или пытаясь каким-то образом это донести, мы хоть как-то можем попробовать это сдвинуть. Спасибо. Если что, буду рад добавлять. Если какие-то вопросы есть, с удовольствием отвечу. Я просто вспомнила, я когда читала книгу «Человек смотрящий», там как раз я читаю, там была глава «Войду», и рассказываю, там была мысль о том, что там я не скрючок, как бы, как экран самолета, который ну как-то заценивается на ну тут и там как раз говорилось, что как раз именно такие картинки, это мысль, как раз изгрят оружие, и это очень сильно отдаляет нас именно от громого ужаса войны. Ну то есть на мокарности была. Ну она так и есть, потому что если посмотреть на то, как были, к сожалению, войны прошлого, как они проходили? Люди выходили на поле, и они физически видели глаза людей, на которых они идут или бегут и прочее. Сейчас для того, чтобы отправить на тот свет тысячу человек, можно сесть и нажать на кнопку. И меня на самом деле поразило тоже вот из таких интересных, отчасти фотоистория, отчасти, просто это были фотографии российских наводчиков, которые сидели в штабе, молодые ребята, и настраивали ракеты на Украину. Это смотришь на людей. И ты понимаешь, что вот такие вот молодые ребята, спокойные, улыбчивые и прочее, и ты понимаешь, что они могут творить то, что они творят, именно потому, что у них даже нету возможности. Они видят на самом деле точку на карте, они видят вот этот вот крестик, через который они проходят. Но вот тут на самом деле вот это очень интересно, то, что, как опять же говорил, очень нравилась фраза Сергея Максимишина, про то, что самое крутое для фотографа, это выйти из фотографического гетто. потому что, конечно, надо понимать, что мы находимся вот в этом контексте, когда мы показываем друг другу красивые картинки, чаще всего. Чаще всего очень сложно из этого выбраться и попробовать показать или донести это чуть-чуть дальше. Но это задача, это на самом деле та задача, которую, видимо, каким-то образом надо будет попробовать решить, по крайней мере. Вот у нас есть на это еще вся жизнь. Есть какие-то вопросы еще, да, да. Документалистика по большей части субъективна, да, потому что есть, опять, тут как бы можно оговориться, потому что в общем-то репортажка отчасти тоже субъективна, она тоже, понятно, то, что мы говорили, она все равно занимает какую-то частую точку зрения. Бывает ли объективная документалистика? В принципе, да. Например, есть документальные проекты, которые снимают с Google Street, View. То есть, человек просто проходит как бы определенные точки и делает фотографии с Google и вывешивает. У него нету в этом даже своей трактовки. Вот тут тоже интересный момент, что, очень интересный момент для автора, то, чтобы ты не давал решения, а ты как бы задавал конструкцию, через которую к этим решениям можно прийти. Тебе показывают, по сути, просто фотографии Google Street View, вывешивая их там крупно, где-то на экспозиции. Но то, как бы, что люди в этом видят, сказать, что это субъективно, наверное, нет. Автор в данном случае вообще не является никем, кроме как фиксатора. Или, например, есть интересный проект Мартин Принц, по-моему, делал у нас пересъемки рекламы счетов. Мартин Принц? Да, 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 Мартин Принц. Потрясающий автор, который судился, по-моему, с тем, только можно посудиться, потому что он, что делал? Он, например, заходил в Инстаграм, абстрактно находил популярные посты, делал фотографии популярного поста и дальше вешал это на выставке огромным размером. И там были истории с тем, что с ним судились, кто является автором этих работ, кто не является, как это тратовать. Тоже, а насколько это был проект объективный? Можно сказать, что он таким образом поиздевался над этими людьми. Ну, отчасти да. Но, с другой стороны, как нельзя обидеть, можно обидеться. То есть вопрос же в том, почему эти люди восприняли это как издевку, потому что, что сделал принц? Он просто показал людям зеркало. И очень часто есть такая документалистика, которая действительно показывает все субъективной точкой зрения. Но, например, вот те проекты, которые были про Афганистан, можно ли назвать их субъективными или объективными? Очень спорно. Потому что, конечно, автор выбирает, что ему показать. То есть, например, он показывает вот эти вот выжженные поля Афганистана, но он почему-то не говорит о том, почему, собственно говоря, ну, Афганистан, наверное, не такой пример, они попали, к сожалению, не очень хороший момент. Но взять, допустим, конфликты вроде Ирака. Да, можно показать вот это вот то, как пострадал Ирак как страна, но умолчать о том, почему эта война началась. Когда Ирак, например, нападал на Иран, когда были вот эти. Или сейчас, например, есть же очень большая степень манипулятивности, когда показывают фотографии жертв Палестины сейчас. потому что они есть, ну, конечно, они есть. И, конечно, да, это тоже трагедия и прочее. Но ты же не показываешь в этот момент то, что из-за чего все началось. И вот где в этом кроется объективность, объективность, тут каждый, видимо, решает для себя, тут, видимо, нет ответа. Сейчас можно. По поводу того, из-за чего все началось. За любым конфликтом стоят четыре тиреции. И неважно, где бы это происходило, я не могу себе представить по поводу проблем, потому что фотография ничего не меняет. Я не могу себе представить фотографию, которая, помимо показа последствий, да, то есть и события, в моменте, где что-то прилетает, что тоже, по сути, является последствием. Я не могу себе представить, как через фотографию, можно показать вот эти самые причины. Кто-то хочет здесь положить свою трубу угасывал, кто-то еще что-то хочет. Ну, то есть как вообще можно через фотографию выразить себя на живоподием? Можно ли показать причины? Это вопрос, кто может ли фотография предсказать? Причины не первые прилетели, что ракеты? Нет, конечно. Но тут интересный момент с тем, что касается причины и возможностей предсказать. Потому что сейчас, на самом деле, если посмотреть на ретроспективно посмотреть на то, что снимали люди два-три года назад, можно обнаружить то, что во всех проектах студенческих, учебных, просто каких-то выдающихся, есть вот это чувство тревоги. Например, потому что почему-то каким-то образом люди, которые рефлексировали вот место, в котором они живут, очень многие из них начинали цеплять вот эту тревогу, которая в них проходила. Но парадокс в том, что когда мы смотрим это вот сейчас, мы это не можем часто понять. Когда мы смотрим это из ситуации 23-го года назад, что вот проект 20-го года, а, ну да, понятно, это же вот было предсказано. Показать причину вообще сложно, потому что мы не можем никогда эту причину понять даже как единая. И очень часто она бывает единок. А всегда любая катастрофа это следствие огромного количества ошибок, которые накапливаются и вызывают какую-то катастрофу, так или иначе. Но, например, известный снимок детей убегают, голых детей убегающих после бомбежки во Вьетнаме, черно-белый, ну, помните, наверное, нет? Ну, может быть, там, да, это одна из таких знаково достаточно снимков. Он действительно изменил много, потому что его увидев, очень многие люди начали задумываться, потому что они этого пока еще не видели. Или второй кадр, который получил много премий с ребенком в Африке и грифом сидящим вблизи. Тоже, это вот очень интересная история, потому что в тот момент, когда эта фотография вышла, там несчастная судьба была у автора, он, по-моему, покончил с собой после этого, он не смог этого выдержать. При этом, как бы, вот он же действительно это показал, и очень многие люди увидели вот весь ужас, который приходит. то есть, в принципе, есть истории, в которых можно хотя бы попробовать не причину понять, а попробовать, как не очень правильно действовать, скажем так, на выходе. Причина, опять, мы никогда не понимаем, что именно это стало причиной из настоящего момента. Вот через три года но я вот могу сказать, что, например, допустим, если говорить про Карабаху, про эту ситуацию, ну, этого было достаточно много, то есть, очень много людей, которые снимали то, что происходило до этого, и вот сейчас, из будущего, мы понимаем, а вот оно, откуда оно все пошло. Но вот в тот момент, никто не может знать, потому что, действительно, в чем, в чем сложность всегда всех людей, гадающих на кофейной гуще, на карты и прочее, то, что если они угадывают, их все запоминают. Если они не угадывают, то, ну, их даже не вспоминают. Какой-нибудь осьминог, который правильный счет предсказал, по нему все всегда потом говорят. Ну, вот. Получается, резюмируя отличия между репортажной и документальной съемкой, я вот запомнил два момента. Первый, то, что документальная съемка, она более субъективна, чем репортажная. Второе, то, что документальная чаще постановочная. Нет, документальная может быть не постановочная. Она просто не в моменте, да. То есть, вопрос именно в том, что, то есть, действительно важно, что репортаж, это всегда фиксация, и в идеале, ну, на самом деле, так часто бывает, а фиксация достаточно беспристрастная. документальная фотография, вот, кстати, к вопросу объективности, субъективности, она субъективна просто потому, что автор, который берется за какой-то проект, задает себе какой-то вопрос, он снова будет уже это рассматривать. Например, вот то, что я у себя, как бы, рассматривал, вот, мои два проекта, с которыми я сейчас работаю, один, в котором мне просто интересно, взяв свой материал, материал чужой, посмотреть, как бы, почему мы пришли туда, куда мы пришли, допустим, а история с исходом из геноцида, это, по сути, попробовать, показать ощущения, через которые проходили люди, проходя вот через весь этот ад. Но, когда я берусь за эти проекты, я всегда ставлю себе определенный месседж, потому что иначе просто ты не знаешь, что снимать. Тебе надо все равно, как бы, сказать, там, да, вот, а что если, а как, да, а почему, то есть ты всегда все равно, и это все равно всегда будет субъективно, то есть, можно выстраивать проекты, абстрактные, они тоже получается иногда, когда, например, просто сначала снимаешь, 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 а потом, о, а вот это вот влепляется во что-то, но хороших примеров очень мало, честно говоря, вот так, чтобы это потом собиралось. Вот. А может мне еще дополнить, мне кажется, в отличие от фото-журналистики, документалистика, она не использует вот эти такие быстрые и яркие эмоции, очень не знаю, потому что у человека есть определенный заряд, то есть мы в ужасе тебя видим, вот там, первую семью убитого человека, как второго, третьего, мы за нашу жизнь смотрели на такое количество изображений ужаса, что у нас это не впечатляет так, как люди, которые видели первые кадры. Если ты сразу покажешь шок-контент, то, видимо, это действительно очень сильно защиты стоят. И на самом деле, отчасти, когда шок-контент, в котором человек сам увидит этот шок, не потому что он будет вот здесь в кадре, а потому что он будет где-то в самом краю изображений, которое будет очень интимным, очень спокойным, само по себе, в этом месте мы как бы человек самому даем возможность увидеть этот шок, мы пытаемся его вылить ведро шока на него, он видит ведро и сразу уходит. Вот. А если, по большому счету, для того, чтобы человека работать с его чувствами, вам нужно делать это более, мне кажется, ну да, ну то есть, это уже просто не работает. Давайте человеку самому увидеть этот шок и отчасти, ну как бы, вольерам, что он сам захотел. Ну а просто сейчас, где-то, по-моему, было открыто, сейчас посмотрю, если не закрывал, то есть, действительно, сейчас, ну да, то есть, опять, если говорить про нейтральный вот кадр, да, вот этот вот проект, который показывали про солдат, например, у него, кстати, есть очень интересная история, вот эта вот, это люди, которые работали в башнях-близнецах, сфотографированные после, через неделю после, собственно, совершенного теракта рядом с фондовой биржей. И вот, если посмотреть, вот, во-первых, если не знать контекста, это просто люди. Ну, какие-то такие сосредненные эмоции, совершенно ничего не представляющие и прочее. И современная документалистика очень во многом работает как раз на такого рода образах, потому что мы показываем нечто, даем на это дальше контекст, с чем это так или иначе связано, и мы приходим к тому, как бы, к тому, что, ну, мы видим достаточно ужасную, на самом деле, ситуацию. Где-то, 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 закрывал уже. Ну, да, то есть, как бы, действительно, это очень часто, очень часто отстраненные, очень часто какие-то проекты, которые, ну, все равно, кстати, вот сейчас, если найду, тоже, из интересного, тоже, вот, сейчас, да, вот это хотел показать, вот к вопросу, например, о, тоже достаточно любопытных проектах, которые здесь будут актуальны, потому что этот проект, посвященный Абхазии, вопрос о том, что они нечасто снимаются, а тут автор снимает город на границе, не подписан, да, Калия, да, это город, который снят на, как бы, границе, вот, той территории, которая сейчас называется Абхазией, как бы, той территории, которая сейчас, с этой стороны, скажем, вот этой условной баррикады, и этот проект называется «Застрявшие в Лимбе», потому что это люди, которые смогли вернуться на территорию Гали, оно, как бы, формально, вот, находится, вот, с абхазской стороны, но они живут в состоянии, вот, такого, вот, специфического безвремени, потому что у них нету, они даже не могут понять, кто они, кому они принадлежат, чьи они граждане, откуда они селись, и это же такой, очень, на самом деле, интересный, сейчас актуальный проект, потому что, вот, все те, кто, ну, как бы, я понимаю, что ноги, так или иначе, переехав, из своих стран, по крайней мере, я на это натыкаюсь, я не могу сейчас себе ответить на вопрос, вот, о том, о том, кто я, как бы, с точки зрения, то есть, чей гражданин, где я нахожусь, я, например, делаю сейчас много проектов по Армении, много чего снимаю, но, понятно, что я все равно там человек не свой, а до какой степени, свой, а где, и вот, это же тоже такая достаточно интересная тема, вот тут, например, автор проходит через, через такие снимки, потому что, мы видим людей, которые, в общем-то, так или иначе, просто живут, ходят в школу, вот, у них там какая-то обычная, обычная жизнь, но при этом, можно понять, совершенно, совершенно библейский, на самом деле, в фотографии, потрясающе, совершенно, можно понять весь тот ужас, при этом мы его не показываем, автором не показывают, они очень, очень нейтральны, они очень вот про обычную жизнь, редкий, кстати, проект про Абхазию, это удивительно, что, кстати, интересно, я сейчас, например, в феврале, вот вопрос о том, что тоже интересно снимать, смотреть, в феврале, поеду в Сванетию, снимать людей, которые добывают золото, по старинке, в реках помывают, вот, потрясающе, да, тоже, ты смотришь, а, насколько, вот, интересно, бывает иногда, просто смотреть, просто какая-то нейтральная, даже, история, какая-то история, тоже про людей, если, как-то вопрос еще есть? Между профессионализмом и безрассудностью, ну, вот, замечательная, Женя хочет в Израиль ехать через, как получится, вот он безрассудный человек, ну, да, местами, ну, то есть, это, нет, это просто вопрос, на самом деле, действительно, очень спорный, потому, что, отличие комбатанта от человека с камеры, она заключается именно в том, что комбатант очень четко занимает сторону, безрассудный может быть кто-то другой, человек, который с парадом лезет под пули, столь же, на самом деле, безрассуден, комбатант может быть гораздо более рассудительным зачастую, то есть, тут, наверное, сложно очень говорить, про, скажем, сложно говорить в таком контексте, и то и другое может быть профессиональной работой, вот не профессиональная работа журналиста, а это пропаганда, это просто другой жанр. То есть, если человек становится не комбатантом, а даже оставаясь формальным журналистом, но при этом он начинает сознательно вилять фактами, это просто другая профессия. Роберт Капа, профессиональный пропагандист? Роберт Капа, хороший вопрос, на самом деле, хочется сказать, что профессиональный пропагандист, он хороший менеджер, хотя потому что он сделал магнум, тут вопросов нет, но, ты знаешь, мне кажется, что в то время немножечко другой был и подход, честно говоря, то есть, был ли он, скажем так, я считаю, что он профессионал, но который имел свое, конечно, мнение. Были ли как бы там прям постановка ради чего-то, ну да, да, в этом смысле, наверное, он в большей степени пропагандист, но он не успел даже до Соловьевских лет. Я помню, в первом произведении была выставка, где на выставке вместо самих картин были только стоимости этих картин. и, по-моему, там подпись автора, может быть, максимум название. Может, я, конечно, привлечу, но мне почему-то кажется, что когда мы видим фотодокументалистику, да, или даже репортажные фотографии, которые рассказывают истории о бедности, о войнах, о неравенстве и прочем, это мне, в какой-то степени напоминает такую выступку, потому что мы видим цену, но мы не видим в этом самом хайле, за что эта цена заплачена, то есть, потому что за всем этим стоит что-то, за что люди платят вот такой тяжелой ценой. И вот этот вот что-то, я не верю, что это что-то прекрасное, какое-то произведение искусства, нет, это как раз-таки наоборот может быть еще более ужасным, чем за цена, за которую это заплатится. То есть, можно ли, сама цена становится еще более ужасной на фоне того, за что она заплачена. Можно ли продавать страдания? Грубо говоря, есть ли здесь аналоги, в том плане, что это репортажи, документалистика, они вот как-то самая цена, за что, за чего мы на самом деле не пить. Тут есть на самом деле два или три вопроса, если их так разбить, потому что, нет, в том смысле, что это сложно поместить в один контекст. А то, что касается стоимости, это очень сильно, скажем так, то, как работает рынок, это не то, как работает искусство. Очень многие очень интересные работы, кстати, гораздо чаще это в кинематографе даже бывает, они совершенно не бывают неоцененными критиками. Например, вот у нас недавно показывали бальцовский клуб сто раз, он провалился в прокате, он считался провальным, у него была куча отзывов, он стал культовым. Поэтому рынок, это немножечко другая история, можно набить цену. просто стоимость фотографии, потому что фотография сама по себе показывает стоимость, цену за что-то, которые заплачены людьми за что-то. За что-то, ну вот, за что-то она заплачена. грубо говоря, люди пришли на войну, потеряли жизнь, родственники потеряли жизнь своих, там, детей, может быть и так далее. И все это дело заплачено за какую-то абсолютную билибертистику. Я понял, да. Я понял, да. Ну, надеюсь, что понял. Но мне кажется, что тут в основной вопрос в том, ну да, во-первых, как бы про продажу страдания, да, то, что мы говорили, насколько это в принципе этично, в первую очередь. А во-вторых, есть огромная проблема, ну, на самом деле, эта часть относится к тому, что начал говорить про рынок. Огромная проблема кураторских текстов, часто. То, что очень, особенно на выставках часто современное искусство наблюдаешь, когда плохо написанный текст является более важной частью работы, чем сама работа зачастую. А это, ну, как-то нехорошо, не надо таким быть, как они говорят. А это неизбежно, это всегда будет, потому что это, ну, всегда будут те, кто будет желать заработать, всегда будут те, кто желает что-то продать. Но на самом деле, как показывает практика, в документалистике нет денег. Увы. То есть тут это не тот жанр, на самом деле, на котором можно действительно заработать. Поэтому тут очень сложно с рынком. А вот если, например, человек это уже в воле говорит, как произведение, тут вот я сейчас пытаюсь, на самом деле, мысльно вспомнить примеры таких работ. И, честно говоря, их очень сложно, на самом деле, вспомнить. Потому что то же самое я знаю, например, когда я продаю какие-то открытки или постеры или что-то еще, ну, просто как объект, я точно знаю, что у меня есть очень сильные кадры с какими-то там событиями, но понятно, что никто не купит это, не повесит себя на стену, не заплатит за это, а купит какой-нибудь хороший пейзаж, естественно. То есть просто вот действительно вопрос цены и вопрос того, что показано, это такие два очень сильных, как бы очень сильные разницы. То есть это зачастую фотограф приносит, например, материал куратору и даже за него не отвечает. То есть вот человек пишет сам даже текст. Это постоянно ситуация. Человек сдал материал, например, в издатель, с которым он работает, или вот он продает через фотоагентство, допустим, ТАСС, например, какой-нибудь условный. Эти фотографии покупаются, но под каким они будут текстом даже зачастую непонятно. Поэтому тут это просто две разные сферы. Тут как бы не про стоимость фотографий. Нет, я понимаю, нет, то есть речь про вообще как бы про самоуявление. То есть речь идет не про как бы цену, а по то, насколько это может вообще. Нет, я прошу очень, что если я отрываюсь, просто вопрос может в другом. На фотографии, то есть не стоимость, не продажа, не делают сколько заработанных фотографов, может вообще ничего. Может у них фотограф посвященник снял. Сюжет, сам сюжет показывает цену, которую платят люди за что-то. Ну, то есть, может ли сюжет показывать цену? Ну, например, сидят в Европе какие-нибудь солдаты, условно говоря, да, то есть, в которой там одного нет ноги, условно. Он заплатил цену в виде этой самой ноги, в виде этих решений, то есть там разрушенные дома. Ну да, да. Как бы герои, да, вот эти вот, да. Что за плачная цена? Есть какой-то будет приобретатель, да? То есть есть кто-то, кто благодаря то, что люди страдают, да? То есть на этом он себя, скажем так, отлично чувствует. И вот вопрос в том, что фотография сама по себе показывает вот эту цену, которую платят за чьи-то, за чьи-то желания, за чьи-то там амбиции. Ну, вот тут важный вопрос. А чьи-чьи амбиции в данном случае? Если говорить про амбиции фотографа… Ну, я понимаю, о том, что фотография – это и непонятно. Непонятно. Только то, что кто-то, грубо говоря, подошел на кассу, за что-то рассчитывается, а за что рассчитывается, мы в каждой не видим. А, я понял, да, но это где-то сложно очень. По тому же вопросу о том, почему, наверное, ни на что не влияет, потому что мы видим, что это платится. Ну, непонятно, за что. Я понял, да, да, это я неправильно сначала, это там вопрос. Но тут на самом деле просто нету какого-то ответа единого. Потому что, конечно, это невозможно. Ну, хотя почему невозможно? Например, какая-нибудь, допустим, фотография Халдея с флагом Дристагом, допустим. Видно, может быть, для большого, для огромной массы людей эта фотография была очень понятна. Потому что они жили во времена, когда они понимали эту цену. Она стала таким вот символом. Вот, поэтому, то есть, например, сейчас, опять, допустим, вот этот вопрос, если говорить про контекст. Допустим, фотография, ну да, кстати, вот я сейчас даже понял, наверное, ответ. Фотография арцарских беженцев для армян. Им не надо ничего объяснять. То есть, вот он видит эту фотографию, и он эту цену знает. Но если показать ту же самую фотографию жителю Германии. Почему, например, Армении всегда говорят, что про нас не говорят. Как вот конфликт там, да, это оказывается на периферии. Ну, вот так устроен мир. То есть, нету единого контекста практически. То есть, да, это важно вот тем людям, которые живут в этом, которые это понимают. Мне кажется, просто тут нет другого варианта. Каких-то общих ценностей. То есть, например, меня всегда поражало, что огромное количество конфликтов в Африке, допустим, до нас не доходит. То есть, я вот каждый раз смотришь потом, постфактум, да, что случилось столкновение, там погибло, там, пять тысяч человек. А ты это узнаешь, я говорю, ничего себе, ну как так-то вообще. Или какой-то был, я помню, неизвестный кадр, где в университет ворвались террористы и куча людей. То есть, ну, это совершенно чудовищное впечатление. Но мы это увидим позже. Это же не является, нигде не выходит в новостях. А, например, какой-то небольшой сравнительный конфликт, как нападение где-то там на кого-то, это будет везде. А вопрос, разная ли цена жизни. Мне очень нравится формулировка, что жизнь цена настолько, насколько человек или общество декларирует ценность этой жизни. То есть, действительно, как бы, если, например, средний житель, условно говоря, Европа живет в обществе, в котором его жизнь действительно дорого декларируется. А когда мы смотрим, когда вот люди там из Европы смотрят на жителей Ближнего Востока, они говорят, ребят, да вы друг друга убиваете за просто так. Как бы, какова ценность? Почему, как бы, там, условный Фридрих из Германии должен считать это важным, когда вы сами свою цену не можете понять? Для вас жизнь не ценна. Но тут нет действительно единого ответа, его сложно найти. Ну вот, я вот это и говорил, что, понятно, фотография, когда, там, закончилась война в Трайвервай, там, значит, флаг и так далее. Понятно, фотография на границе между Южной и Северной Кореей, да, с этим напряжением двух солдат. А всем ли она понятна? Ну, она достаточно, по крайней мере, в целом, можно понять, что, пока есть эта граница, да, все есть напряжение над войной. Вот, и это результат. Ну, отчасти, да, конечно. Когда мы смотрим на саму войну, то есть саму. Решение, прочее. И рассказ про саму войну, про процессы. И я здесь, ну-ка. Но тут, на самом деле, действительно, нету просто единого ответа. Его сложно сформулировать, потому что, я думаю, что тот, кто бы нашел на него ответ, много бы чего смог достичь. Ну, если я понимал, как можно это сказать, это, может быть, в середине умрет. Ну, на самом деле, в этом и задача. То есть, то, когда я говорю, да, может быть, это звучит с некоторым пафосом, но, тем не менее, то, что мы находимся в том этапе, когда, ну, неплохо бы придумать этот рецепт. Например, у меня, вот, там, поражало тоже, такой вот мой личный, может быть, пунктик. Почему очень мало снимается про мир, например. То есть, вот, парадокс. Есть огромное количество фотографий, показывающих горе, но, например, почти все фотографии, которые показывают, как мир строится, они все ванильно вот такие вот. И ты думаешь, ну, почему, например, этого мало? И, может быть, например, хорошо, там, фотографии военные и поствоенные, ну, 70 лет, так, допустим, там, ровно. А ты иногда думаешь, ребят, ну, это же не сработало. Ну, то есть, может быть, это не сработало, потому что так не работает. Может быть, надо пойти, например, путем Франкла, который говорил о том, что надо строить психологию через образ будущего. Может быть, надо делать нечто про образ будущего. Но это тоже ответный вопрос, на который очень мало ответа, потому что парадокс, что люди с гораздо большим, на самом деле... Ну, может быть, это не парадокс, это, на самом деле, даже биологическая история. Когда человек видит трагедию, ну, какую-то что-то, он так или иначе понимает угрозу. Когда человек видит что-то хорошее, он ничего не понимает. То есть, это никаким образом ему не дает развиться, чтобы чего-то избежать. Но круто, если будет придуман какой-то рецепт, каким образом это сдвинуть. Может быть, это и получится. Ну, я, грубо говоря, за этим всем вижу, что, если человек видел бы, что цена слишком велика, вот весь этот вопрос, он, в принципе, он про это. Если бы можно было показать, что она слишком ничего-то велика, может быть, вот так-то и можно было достучаться, потому что... Вот в этом... Вот об этом почему говорят, в чем как раз именно круто, и зачастую вот эта вот постдокументальная, как бы, история. Про... Кстати, тоже, вот еще один такой проект, я сейчас прям быстро покажу, тоже интересный. Два миллиона шагов. Вот одна из, кстати, тем, которая была не... Вообще, на самом деле, если говорить про, вот в широком смысле, постсоветскую фотографию всех постсоветских стран, есть огромное количество тем, к сожалению, которые не были отрефлексированы, они поэтому как-то на злу постоянно повторяются. Интересный проект. Поляк-автор, у которого дед бежал из ГУЛАГа, из Колымы, в Польшу. И он прошел путь своего деда. И он снимал, ну, просто все, что, как бы, так или иначе попадалось ему по пути. Он прошел два миллиона шагов, соответственно, там очень много фотографий, а просто часть, которая мне самому была интересна, себе сохранял. И вот тоже вот интересно. Оно, конечно, с одной стороны... Вот такой странный парадокс. То, что не был осмыслен в России ГУЛАГ как явление. Во-первых, привело к тому, что он возрождается. А во-вторых, привело к тому, что... Ну, это же удивительно. Эта фотография ей, по-моему, 10 лет, я не помню точно времени проекта. Ну, это же 60 лет назад было то же самое. Ну, вот это же, вот как так, да? То есть мы говорим про осмысление. Вот человек просто, он ничего не делает. Он просто говорит, я пойду, я пройду путь своего деда. Он идет по пути своего деда, и ощущение, как будто за все эти 70 лет этот путь остался таким же. Вот это вот буквально вот тоже то же самое, что вот это выходило. И вот это же очень большой, на самом деле, вопрос про показания, про рефлексию, про цену. То есть такую ли цену, например, должна была заплатить, должна была заплатить, там, страна где-то. Вот опять же все-таки я покажу эту же историю, да? Тоже, да? Ну, вот мы опять, мы пришли к тому, к чему мы пришли в 21 веке, да, уже. Потому что это все, это все не было, не было смысленно, на самом деле. Не были закрыты вопросы. Вот. Поэтому тут действительно, как бы, ну, тут вот мы пока, пока в этом действительно нет ответов. И это всегда поиск. То есть как и в творческой научной деятельности любой, всегда есть, надо ставить гипотезу, надо пробовать ее вытащить. То есть это, ну, на самом деле, колоссальное миссия, рассложное. Если какие-то вопросы еще, здорово, отвечу. У вас есть ли мысли, как говорится, с проблемой фейков? Я про документальные фотографии, которые продаются из-за того, что есть, например, не то место, не то время. У меня есть мысль, но я думаю, что ее нереализуемо. Как это, дурацкая шутка, но мне понравилось в свое время, что, говорит, какой-то момент какие-то представители Хамаса написали в сетях, что мы собираемся разбомбить здание ООН. И первый раз много людей с ними согласилось. Ну, потому что просто действительно, к сожалению, сейчас международные инстанции ничего не могут. Если говорить про проблемы фейков, как бы есть, можно пофантазировать то, к чему, например, можно в итоге прийти и что может так и иначе спасти, это создание большой международной сертификации. То есть каким-то образом сделать что-то, да, какое-то, может быть, это будет очередное какое-нибудь сообщество, журналист, что-то, да, например, чтобы телеканал имел вот шилдик. Вот он честно вещает или нечестно. Но проблема фейками же еще и в том, не только в том, что показывается, а в том, как слушается. Многие люди не будут смотреть этот канал. Ну, то есть сколько людей, например, казалось бы, сейчас вдруг откуда-то взялись люди, верующие в плоскую землю. Ну, то есть ты как бы думаешь, ну вот же, но вся информация есть. Ну, то есть можно же взять любую очередь найти. Да, ну, про фейки, про фейки интересно всегда. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok